Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в школе визуального дизайна Максима Соколова «Создание сайтов без знания программирования». И сегодня я вас познакомлю с интересным эффектом наведения. Перед вами два каталога. При наведении на один из этих объектов тень под этим объектом становится более прозрачной и увеличивается в размере. Этот эффект можно применять ко многим объектам с целью привлечения внимания клиента. Итак, перейдем к уроку. Создаем пустой проект в AppFlow. Нажимаем «Добавить элемент». Добавляем секцию. Даем ей название. «Usual section». Высоту делаем 100vh. Выбираем параметр отображения элемента «Flex». Вертикальное направление колонок. Выравнивание по центру. И обоснование тоже по центру. Теперь все элементы, которые будут внутри секции, будут выравниваться строго посередине экрана. Добавляем div-блок. Создаем usual container, то есть обычный контейнер. Создаем ему максимальную ширину 1360. Добавляем внутрь элемента «Usual container». Линкоблок. Задаем ему имя класса «ShadowBox». Внутрь «ShadowBox» добавляем изображение. Добавляем изображение элемент «Image». Загружаем изображение. Заранее заготовленное. Задаем имя класса для этого изображения. «Object». Добавляем еще одно изображение. Загружаем. «Shadow». Сдаем ему имя класса «Shadow». Переключаемся на элемент «ShadowBox». Меняем значение «Flex» на направление «Вертикальное». Выравнивание по центру. И обоснование тоже по центру. Теперь сам журнал и его тень находятся в центре экрана. Журнал находится очень далеко от тени. Мы это сейчас исправим. Нажимаем на объект «Shadow». Переводим его в режим «Absolute». И вот он. Объект ушел за границей. Объекта «ShadowBox». Для того, чтобы это исправить, в параметре «Position» меняем значение на «Relative». И наша тень попадает на журнал. Для того, чтобы это исправить, нажимаем на «Object». «Relative». Меняем значение «Zindex» на «1». Теперь наша тень спряталась за журнал. Нажимаем на объект «Shadow». Опускаем его на 50 пикселей вниз. Делаем предпросмотр. Теперь изображение выглядит достаточно реалистично. Перейдем к анимации. Нажимаем на «Навигатор». Выбираем элемент «ShadowBox», с которым мы будем работать. Добавляем новый интерактивный элемент. Называем его «HoverShadow». Задаем ему «Trigger», «Hover». Выбираем элемент отдельный, с которым мы будем работать. Выбираем его из списка. И здесь нам необходимо выбрать один из типов ограничений. «Nested Elements» — это значит «вложенные элементы». «Sibling Elements» — это те элементы, которые находятся на одном уровне. Здесь наглядно показано, как это работает. В зеленом показано «Sibling Nested» — «вложенные». У нас тип «Nested Elements», потому что журнал и тень вложены внутрь объекта «ShadowBox». Идем дальше. Задаем шаг для наведения. Меняем положение журнала. Меняем значение до минус 30. Меняем параметр «Transition» до 300 миллисекунд. И меняем алгоритм плавной анимации. «Easy In-Out». Можем посмотреть, что получается при наведении. Журнал поднимается на 30 пикселей вверх. И теперь задаем «Hover Over». Мы просто возвращаем положение журнала в изначальное положение. «Move to Origin». И анимация 300 миллисекунд с «Easy In-Out». «Done». «При наведении» и «При выходе из зоны наведения». «Done». Готово. И теперь настроим анимацию тени. «Hover». Выбираем параметр «Shadow». «Nested Elements». Для начала увеличим ее в размере. 1.15. И параметр «Прозрачность» уменьшим до 70%. Также добавим возврат в изначальное состояние. Нажимаем «Scale 1.1». «Scale to Origin». «300. Easy In-Out». И здесь 100%. Тоже «300. Easy In-Out». Я забыл еще здесь исправить. Везде 300 из «In-Out». Ну что, теперь посмотрим на анимацию. Переходим в режим «Просмотра». Журнал очень высоко поднимается. Здесь движение более плавное. Я что-то сделал не так. Вернемся обратно в «Objects». «Hover». Посмотрим. Думаю, стоит добавить до 500 миллисекунд. Чтобы движение было более плавное. Меняем везде значение на 500. Видите, здесь тоже ошибка 200 была. Поэтому ощущалась разница везде. Делаем одинаковое значение. «Transition». «Done». Хорошо. Теперь смотрим на «Review». Уже гораздо красивее. Необходимо уменьшить высоту. Потому что он очень высоко поднимается. Нам нужно совсем чуть-чуть. И немножко увеличим скорость. Потому что анимация затянутая. Не совсем реалистичная. Включаемся на «Bit Shadow». Меняем значение параметров. Делаем «Move up» не минус 30, а минус 20. И сделаем значение 400. И сделаем значение 400. Здесь тоже сделаем 400. «Bit Shadow». Идем в режим просмотра. Для того, чтобы сделать этот урок более интересным, добавим еще одну копию этого журнала. Нажимаем на «Shadow Box». «Ctrl-C», «Ctrl-V». Приходим в «Visual Container». И сделаем «Flex». Ориентация по вертикали. И выровняем их по краям. Теперь посмотрим, что у нас получится. Как видите, анимация работает. Но наши объекты стали гораздо больше, чем раньше. Потому что изначальное значение высоты журнала было 400 пикселей, а оно увеличилось. Для этого мы зададим ограничение в 400 пикселей. Для «Object». Также можем заменить изображение журнала на другое. Все. Теперь посмотрим, как это выглядит. Все готово. Можем это публиковать. Посмотреть. Я был рад провести для вас этот урок. До встречи на следующих занятиях.